добрый день любители вышивки рукоделия меня зовут марьяна и я рада вас приветствовать на своем канале сегодня видео моем пойдет речь о законченном процессе от чудесные иглы маки для искусницы вот так был упакован вот этот набор такую блестящую шуршащую упаковку сейчас я ее сниму и продолжим технические характеристики этого набора написаны на превью здесь сразу идет артикул название на русском и английском языках видно что восемнадцатого года выпуска примерно по моему это новинка именно где-то того года и в набор входит цветная схема канва аида 14 гамма я так понимаю здесь органайзер мулиных хлопок тоже гамма и инструкции и игла игла чего производства здесь не указано но скорее всего здесь иглы тоже гамма входит золотым ушком позолоченным ушком и да вот здесь состоит мулины гамма значок вот он в наборе 40 цветов размер 25 на 25 сантиметров сейчас скажу сколько это будет в крестиках и так вот мой готовый сюжет аида в наборе гамма 14 каунта вот такого кремового цвета дан цветопередача вот у меня сейчас ты не знаю хорошо ли когда солнечно на улице или плохо но она какая-то немножко может быть это мне пока так кажется когда видео монтируешь там немножко по-другому все но вот такого цвета и вот такой сюжет у меня в итоге получился марки для искусницы здесь мы видим маки колосье немножко даже листьев травки клубок со спицами нитки с иголками и пяльца у пяльца такие знаете как по-моему гамма вские есть такие для не для вышивки конечно они идут для оформления вышивки с большим побольше частью но есть кто вышивает конечно в основном они идут для этого сразу с подвесом тогда этот сюжет я начинала вышивать 22 02 22 и закончила 21 03 22 но здесь примерно около месяца но не все я не написал сколько количество дней вообще вышло у меня по моему я уже удалилась с саги эту схему но там по факту вышло меньше дней потому что я 22 начала повышевала и отложила примерно где-то на неделю а потом уже на неделе две я точно вышивала этот сюжет не переставая не отвлекаясь на другие потихоньку потихоньку я его двигала и вот в крестиках этот сюжет выходит 135 на 135 крестиков к сожалению число общее крестиков я тоже не записала очень хороший блогер все факты где-то я решила не не говорит сколько общее количество крестиков но потому что по факту некоторым это очень важно бывает количество цветов здесь до немало и 40 на двух планшетках они были вот так вот я их даже не укладывала еще весь набор не собирала но вот так на двух планшетках значит здесь были цветные такие ниточки на этой планшетки такие вот зеленые серые коричневые цвета сюда входили и как можете видеть всех ниток всех мне хватило хватило всего очень даже я не экономила я честно скажу особо как бы не было такой необходимости я посмотрел по ниткам все нормально страха такого что что-то не хватит у меня не было поэтому я все вышивала в свое удовольствие ничего ничего не экономила в этом плане нитки гамма принципе посмотрите они такие вот даже немножко шелковистые с блеском идут хорошего качества мне все понравилось вот я сейчас вышиваю набор и лукас нитками анкор мне если честно ильте стичь вот тоже набор русалка мне не если честно нитки анкор не нравится они махаратятся эти уже мне наоборот понравился я получила большое удовольствие вышивая этот сюжет потому что он и по материалам ну конечно основа здесь очень жестко очень очень жесткая она даже после стирки вот такая вот посмотрите просто стоит можно сказать вот стоим я но в сами вот ниточки ниточки были хорошего качества все прекрасный сам такой сюжет получился яркий насыщенный по-летнему красивый тут и как бы сочетание и такого деревенского сюжета скажем маки колоссе что-то такое природное да и сочетание рукоделия тоже и при и пряжа тут вам и пяльца и нитки ну это можно отнести как бы к универсальному виду рукоделия все вместе здесь сборная солянка по схеме схема вот такая цветная скажем цветная цветосимбольная вот так идет ключ здесь ключ как видите и схема у меня остались хорошем новом состоянии постольку поскольку я ей не пользовалась здесь идут у нас значит в ключе бэкстич 6 цветов крест полный и бленды раз два три четыре бленда крест полный в две нити и больше ничего не было а в 3 нити даже еще крест где-то был я сейчас не помню может я его даже в 2 вышивала вот это надо было проверить по саге но сейчас я уже не буду это делать потому что я вышивала по саге в саге были ошибки я их исправила возможно в 3 нити может быть я где-то проглядела может я и вышивала я знаете могу по саге там может быть и правильно в 3 нити могу просто внимание не обратите вышивать дальше две нити вот принципе если смотреть так 40 40 это у нас черный в 3 в 2 нити что а в 3 нити 40 вышивалась вот здесь да должно было было классно вышел а теперь только дошло в принципе что в 3 что в 2 найти большой роль так как бы не сыграла здесь особо вот и я да могу даже если будет правильно в саге не обратить внимание сколько ниточек иногда бывает такое потом перепарываю ну что поделать немножко рассеянное но в самой саге там была в крестиках ошибка то что вот этим цветом там было не обозначено так что он как бы цвет есть но не везде его сделали в саге вот этот вот этот значок да здесь не было там еще где-то я короче говоря закидывала в паттер макер и добавляла все что мне надо исправила и все там есть конечно пропуски крестиков этой саги есть некоторые такие небольшие вот такие небольшие скажем так ошибочки но вот по ней я вышивала поэтому в общем то схема у меня осталось чистая не так тоже осталось такое вот количество все прекрасно в этом было наборе вообще этот сюжет у меня как бы был куплен совсем недавно осенью у меня лежат два других набора розы и лилии для искусницы по моему розы для умелицы лилии для искусниц по моему я их все планировала вышить но вот внезапно вдруг меня осенило что мне нужен этот набор и я его купил купила и вышла с определенной с определенной целью я хотела сшить органайзер для рукоделия то есть не просто для рукоделия для именно вязание и купила к нему такие тканюшки такую для отделки я брала и главную ткань я покупала для органайзера вот такую вот она вот идет как бы не забыл по моему скандинавской вязание что называется ну как будто это вязаная полотно да это рогожка и покупала все эти ткани в магазине упала вот и хотела сшить органайзер пока я вышивала я конечно же много что думала я хотела уже ее оформить в раму но тут меня опять осенила мысль сшить органайзер не плоский как я хотела а вот такой вот большой и круглый и пока над этим я думаю пока я над этим думаю я вот снимаю сейчас это видео о законченном процессе буду дальше думать и потом если я надумаю уже конечно сшить из этого органайзер я это все уже покажу конечно в моих вышивальных неделях так что кому интересно заглядывайте время от времени когда-нибудь я его да все как говорить да обмазгую мне надо все обдумать сделать некоторые замеры то есть построить выкройку и еще кое-что докупить к этому поэтому пока это я откладываю но вот готовый процесс вам показать да здесь еще конечно же был бэкстич забыла сказать вот он немножко идет процессе процессе стирки немножко он сдвинулся но это я все конечно же поправлю вот такая изнаночка у меня получилось а не особо я с ней заморачиваюсь конечно вот и ну тут чуть-чуть бэкстич идет вот здесь 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 и вот совсем совсем немножко вот немножко все остальное вот все путем просто крестиков достигнутым так у меня уже выходит солнце сюда поэтому пора пора закругляться и заканчивать это видео так что если у вас есть такой набор запасах вышиваете можно его повесить хоть на стену рамки 25 на 25 сантиметров сейчас можно купить в леонардо разных цветов какие хочется вам подобрать вот что я планирую сделать со следующими процессами также этот можно сюжет оформить в подушку только да имейте ввиду если вы вышиваете но на этой основе не меняете и она очень жесткая и подушки хотя конечно наверно нормально будет меньше смашиваться вот так ну что на этом все я вроде как бы все рассказала вам показала что хотела спасибо всем за внимание спасибо за ваши комментарии лайки и дизлайки подписывайтесь на мой канал а с вами встретимся в следующем видео всем пока пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»